Всем привет, меня зовут Диана, и у меня сегодня снова аквариум, снова киса на заднем фоне. Мне просто очень понравилось, как она там сидит и смотрит на него, поэтому я снова его включила. И вот как раз она сразу же ушла, как только я об этом сказала. Короче, сегодня я к вам по очень важному делу, потому что вот это произошло вот буквально в прошлое воскресенье, то есть вот, ну, чуть больше недели прошло, и как раз-таки вот только мы с Настей сняли видео про мошенничество, и по иронии судьбы, на тот момент, когда мы вспоминали наши истории с мошенниками, я общалась с папой и спросила, пап, расскажи, какие у тебя были истории с мошенниками, чтобы, может быть, возможность сделать наше видео поинтереснее и так далее. Он сказал, ой, что-то не помню. Ну, и, короче, все это замялось. И как по заказу, как по заказу. Когда мы с ним встретились, с нами случилось следующее, о чем я вам сейчас расскажу. Короче, в прошлое воскресенье вечером часов, наверное, было 9-10, вот примерно вот так, мы встретились с папой в коммунарке и выехали к нему домой. И как только мы выехали на шоссе, мы увидели, как на аварийке на обочине стоит BMW, и чувак рядом с ней вот так вот размахивает руками, и мимо него машины шугаются, но он в итоге выбежал к нам под машину, вот просто, вот перегородил нам путь, в итоге мы немножечко свернули и думали, ну, мало ли что, ситуации бывают разные, реально, там, вдруг что-то с машины нужно помочь, я не знаю, выключился телефон, нужно скорую вызвать. Ну, всякие бывают ситуации, в общем, мы остановились, папа полностью с моей стороны опускает окно, в которое залезает чувак с золотыми зубами, мне кажется, это важно знать. И он выглядит очень ошарашенным, у него выпучены глаза, там, как будто вообще, я не знаю, произошел взрыв апокалипсис, я, кстати, рассказывала эту историю сразу же, как только она произошла у себя в сторис, чтобы собрать мнение в итоге на этот счет, поэтому, если что, подписывайтесь на мой инстаграм, мало ли чего еще такое будет, а вы пропустите. Он начал свою историю вообще рассказывать с того, что вот, чел, там, я сегодня 68 тысяч отдал за ремонт машины, денег нет, я буду с ребенком ночевать в машине сегодня. Понятно, что ничего не понятно, разговор очень сумбурный. В итоге начинает рассказывать, что он сам из Пятигорск, едет из Питера, в Москве у него никого нет, он вообще здесь проездом. Сегодня сломалась машина, заплатил 68 тысяч, клянусь, это моя машина, говорит, я ее там не украл, ничего, она не в угоне, вообще делать абсолютно нечего, поэтому, чуваки, пожалуйста, пришлите денег, я вам клянусь, зуб даю, верну в два раза больше, как только у меня появится, там, бла-бла-бла. И все это происходило, если что, вот прямо вот около моего лица. Он почти наполовину просто залез в машину просто своей головой. Мне было очень некомфортно в этот момент, потому что он весь очень возбужденный, очень быстро непонятно разговаривает, и мне в какой-то момент стало очень стрёмно, и я уже вообще не слушала, и как только он сказал, что ему нужны деньги, я подумала, господи, вот можно ему там, я не знаю, скинуть косарь, просто чтобы он ушел. И он такой говорит, ребят, хотя бы трешку, скиньте хотя бы трешку. Мы такие, что, трешку, типа, чувак. Если я была готова сдаться уже сразу, потому что, ну, это просто ситуация жесть, мне очень она не понравилась, то папа начал ему задавать вопросы, типа, дожди, а у кого ты был в Питере? А что, неужели у тебя там никого нет? А у кого ты там жил? Почему ты не можешь позвонить? Чувак начинает ему отвечать, что я там был у дядьки, я ему позвонить не могу, он старый больной человек, ему там 80 с чем-то лет. Он такой говорит, хорошо, а в Пятигорске у тебя что, тоже друзей нет? Он говорит, в Пятигорске у меня только мать, она тоже старая больная женщина, я не могу ей сейчас звонить, уже поздно она спит, вот она с утра проснется, часов в семь, и тогда она пришлет мне деньги, а сейчас вообще, типа, делать нечего. И на самом деле, звучит очень странно, реально, очень подозрительно все происходит как-то, но при этом подумала, что, блин, вот мало ли какая ситуация реально может произойти, и в мире столько обмана, что ты никому уже не веришь, и в случае чего, если вдруг что-то произойдет, ты попробуй докажись, что ты не мошенник. Хрен тебе кто поверит. Я, на самом деле, верила вот так вот 50 на 50, просто реально хотела, чтобы он поскорее ушел, потому что у меня в голове, естественно, прокручиваются самые страшные варианты развития событий, что он там сейчас достанет заточку, приставит мне к шее, папа ему вообще тогда все деньги отдаст в такой случае. И я такая папе говорю, типа, пап, ну скинем, не знаю, давай скинем косарь. И он говорит, чуваки, хотя бы трешку. Папа говорит, ну трешку мы точно не скинем. Я тоже говорю, типа, чел, у нас там тоже вообще-то, мы тебе не богачи какие-то с рублевки, понимаешь? Для нас это тоже деньги, поэтому сори, типа, никакой трешки. И мы начали говорить, типа, окей, можем две. Он говорит, типа, чела, ну куда я с двумя тысячами-то сейчас пойду? Сейчас вот что я буду с ними делать? Они мне вообще никак не помогут. И, блин, на самом деле, это тоже меня очень сильно смутило, потому что если бы я была в такой заднице, что мне приходится попрошайничать у людей на улице, то я была бы рада, не знаю, 100 рублям, я не знаю, если у тебя реально проблемы. Тут чела начинает выпрашивать больше. В итоге папа говорит, окей, там, дай свой телефон, я тебе прозвоню, там, бла-бла-бла. Прозвонили его телефон, он сбегал в машину, принес телефон, такой, вот, все, это мой телефон. И, короче, папа ему уже был готов переводить деньги. И чувак такой сразу тоже, ну давай четверик хотя бы. Мы такие говорим, да никакого четверика, чувак, ты не получишь, сори. Двушку максимум, все. Не нравится? Мы уезжаем. Он такой, ладно, ладно, хорошо. В итоге он начал диктовать телефон, не тот, на который мы позвонили, что тоже очень важно. Кстати, я это уже потом только вспомнила и осознала. Мы спрашиваем, а чей это номер телефона? Он такой, да этот телефон жены, просто там к ней карта привязана. Короче, было уже на тот момент, на самом деле, понятно, что это развод. Но я говорю, опять же, еще раз, хотелось ему заплатить, просто чтобы это поскорее закончилось. Потому что эта канитель продолжалась минут 10, наверное. Было очень неприятно, стрёмно, некомфортно и так далее. Я еще человек впечатлительный. Это моя такая черта характера. Мало ли, тут непонятно, чел врет или нет. Короче, в любом случае, кому-то, да мы помогаем, наверное, в этой ситуации. Ну, как выяснилось, никому. Сейчас вам все расскажу. Папа ему перевел деньги. И он такой, типа, покажи, покажи, что ты перевел. Он, знаете, вот так вот начал высматривать это все. Папа ему показал телефон. Он такой, все там, давай, спасибо большое, братуха. И еще в этот весь момент, когда он там говорил, что, типа, чуваки, скиньте четверик. Я говорю, ты не к тем обращаешься, кто тебе четверик скинет. Это вообще-то тоже старый больной человек. Показываю на папу и говорю, типа, да, я его дочь, ему 55 лет вообще-то. И папе, если что, не 55 лет, он младше. И это не сказать, что много, но просто. Я ему так делала вид, чтобы ему тоже там стало стыдно, что он попрошайничает. Потому что он-то подумал, что папа молодой, там, какой-то щегол, судя по всему. И в итоге он там, вот, спасибо, там, дай бог вам здоровья. Вот это вот все проговорило, естественно. Вкрылся в закат. И такой, типа, я вам все верну, я вам все верну. Мы отъехали. И такие... И что это было сейчас? Очень интересно. Типа, с одной стороны, папа говорит, ну, реально, бывает, жесть любая, абсолютно, может произойти что угодно. Я с этим полностью согласна, в натуре. Но всегда же есть выходы какие-то. Всегда есть родственники, знакомые, микрозайм в конце-то концов. Вот эти вот микрокредиты, там, где даже паспорт не нужен, который в интернете оформляется. Вот просто так, и все. Только там потом процент бешеный. Бешеный, но, тем не менее, есть такая функция, и ты можешь ей воспользоваться, в случае чего. Я не знаю, я бы никогда в жизни не стала попрошайничать на улице. Только разве что, если там реально, ну, апокалипсис случился, ну, нечего больше делать, понимаете? И то, я подумаю тысячу раз, это будет в самый крайний момент. И то, знаете, под большим-большим вопросом. Также я подумала, а вдруг чувак этот настолько простой, что для него вот так вот это нормально делать. Ну, тоже, понимаете, люди бывают разные. В итоге я задала вопрос в Инстаграме, что, уважаемые зантаки, пожалуйста, рассудите. Как вы считаете, это правда или все-таки нет? Потому что, опять же, в случае чего попробуй докажешь, что ты не мошенник, бывает всякое. И тут мне посыпались истории, что самое интересное. Кто-то написал сразу, что это развод, это давным-давно всем известно. Я о таком слышу первый раз, батя тоже не знал. Говорят, там, давным-давно известно, в интернете можно это все почитать. И потом мне начали присылать свои истории. Мне моя подруга написала, что с ней была аналогичная, похожая ситуация. Вот не так давно, что она стояла на автобусной остановке. Тоже подъехала к этой остановке какая-то бэшка. Из нее вылезает чел и такой ее подзывает. Типа, подойди, подойди сюда. Она подходит, и он говорит там, вот, я там только что. Там что-то там, машина сломалась, денег нет вообще, дай тысячу рублей. И она такая просто на него смотрит. Типа, блин, неужели я похожа на человека, у которого есть косарь? В итоге она ему ничего не дала, он уехал. И таких историй куча. Куча историй мне прислали в инстаграме, и они все между собой каким-то образом пересекаются, понимаете? То бэха и там, и там была, то потратил кучу денег на ремонт в нескольких ситуациях. Причем в районе 70 тысяч тоже у всех, понимаете? Еще еду из Питера, там, куда-то на Пятигорск или типа того. Все вот эти вот ситуации, они одинаковые. Это просто, это самый бессовестный развод, потому что, когда он говорил, что у него в машине ребенок, у него реально в машине сидел ребенок. Оттуда торчала вот так вот голова маленькая вылезала, понимаете? И он там ему что-то кричал, Моисея, не выходи из машины, и все такое. Как вот, я вот просто не понимаю, вот как можно вообще так поступать? Притягивать детей в ситуацию, это вообще самое последнее. И видите, как все продумано. Если бы это был какой-то бомж, хрен бы ему кто-то помог. Хотя, на самом деле, уж лучше бомжу помочь. Чувак стоит на хорошей машине, как будто реально что-то случилось, а не это просто разводняк. И тут же, типа, ребенка приплели, жену и так далее. Ну, короче, мы осознали, что это мошенничество, стопротно, ну, на это много времени не потребовалось, конечно. Потому что в Инстаграме все достаточно быстро ответили. То, знаете, мы не расстроились из-за того, что мы там просрали деньги, там, две тысячи и так далее. А потому что человеку, у которого реально будут какие-то проблемы, вряд ли ему уже кто-то поверит после таких ситуаций. И это самое стрёмное. А всем помогать уже вряд ли захочется, понимаете? Вот очень классно, конечно, пользоваться такими добрыми ложками, как мы. Но в итоге мы тоже так подумали, что если бы мы не помогли, мы бы потом себе весь мозг закомпостировали по поводу того, что, блин, а вдруг у человека реально проблемы? А нам что, жалко было, что ли? А вдруг там что-то с ребенком случилось? А где они ночевали в итоге? Короче, мы бы думали об этом. Мы пришли реально к такому выводу. Но, судя по всему, здесь самое правильное все-таки, как мне тоже многие написали, что для чужих людей на улице денег не существует. И, кстати, мне тоже рассказала моя директриса, что она как-то ехала, и тоже ей вот так вот чувак стоял махал, тоже там на BMW, и тоже бросился к ней под машину. Она свернула немножко, и он стоит за стеклом, очень быстро мельтешит и показывает ей, что типа опусти, и ртом ей там что-то говорит. И она такая, что говорит так? И в итоге она поняла, что он стоит и просто открывает рот, не издавая ни звука, чтобы она подумала, что она его просто не слышит, и открыла окно. А у нее лежала сумочка на пассажирском сидении, в котором было очень много денег, и она посмотрела на него, на сумочку, на него, на сумочку, и такая, все, я поехала. И просто быстро свинтила оттуда. Как бы обидно это не было, это правильно. Либо я не знаю, насколько нужно вообще проверять подлинность того, что тебе рассказывает человек. Видимо, если уж ты готов сделать кому-то пожертвование, то я не знаю, реквизиты абсолютно всех, чтобы он тебе присылал. Либо показывать чеки с ремонта машины, либо еще что-то. Честно говоря, я даже не знаю, напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, и напишите, обязательно были ли с вами такие ситуации. Но это просто уничтожило мой мозг, потому что я не понимаю искренне, как так можно. Ну вот как? Почему люди занимаются такой вот херней? Почему есть вот это про Шайкина мафия, вот такие вот истории? Почему некоторые не понимают, что нужно просто взять и пойти на работу? В любом случае, как бы там ни было, это очень жестко. Мы-то к своей карме плюсик сделали, а вот он уже вряд ли. Но это его уже проблемы, конечно, но это вообще лютейшая херня, с которой, наверное, невозможно бороться, и вряд ли когда-то можно будет с этим справиться. Ну, в общем, это все, что я хотела вам рассказать. Опять же, пишите свои истории в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как вы считаете, как нужно поступить правильно, потому что я в этом вопросе теряюсь реально. Я начинаю сразу всех жалеть, мне сразу нужно всем помочь, и как бы там ни было, чтобы моя совесть была чиста перед самой собой. Вот, как бы вы повели себя в такой ситуации. И я надеюсь, что вам было интересно меня послушать, что вынесли из этого что-то поучительное, возможно. Теперь вы просто знаете такие ситуации, и если с вами такое случится, вы будете знать, что это развод заранее. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!